привет ребята вы на канале готовим месте сегодня я хочу вам показать рецепт он опять из азиатской кухни это пельмени начнем приготовление с теста так как ему нужно немножечко постоять немножечко пол чайной ложки соли грамм 50 водички и добавляем муки соль у меня мелкая поэтому она в воде моментально растворяется и замешиваем наше тесто оно будет довольно таки крутое потому как здесь не яйца ничего нету только вода соль и мука ну вот ребята замесил я вот такое тесто ушло у меня на это где-то минуток наверно 10 оставим его пока отдыхать а сами приготовим фарш итак начнем мы китайской капусты с нарезки тому как надо нам с ней еще провести некоторые манипуляции ну вот я думаю наверное этого нам будет достаточно какие-то вот такие жесткие корешки мы совсем обрежем кочерыжки берем а вот это листовую салатную часть нам надо будет нарезать очень мелко итак капусты я нарезал сейчас я уберу ее в миску получилось у меня мелко-мелко прям но это то что мне нужно чтобы в пельменях фарш и все было однородно вот так вот и теперь немного засыпем ее солью так перемешаем и оставим пока в этой миске пускай она просолится по регуляции теперь лук лук нам нужно нарезать тоже мелко пока нарезаем вот так вот как получается а потом еще ножичком его измельчим ну вот лук я тоже измельчил получился у меня тоже так мелко довольно таки так отправляем его в миску где будем смешивать наш фарш теперь займемся мясом она у меня немножечко подмороженная но тем самому до его даже и резать удобнее будет и и нарезаем мелко на тоненькие маленькие кусочки ну вот ребята вот такой вот у меня рубленый фарш получился мы его отправляем в миску где будем замешивать наш фарш теперь мы же сюда же добавим зеленого лука то есть и репчатый и зеленый лук у нас тут будет меленько его порубим такой классный аромат от лука идет здесь зеленого отправляем его сюда чесночок нарежем меленько даже еще мельче чтобы он у нас фарш и практически разошелся так отправляем его туда так теперь капуста она у нас постояла соли выделила много сока смотрите сколько теперь мы ее отправляем сюда к фаршу берем примерное соотношение мяса лука и капусты один к одному так это отставляем сюда нам еще нужно натереть буквально чайную ложечку а то даже и меньше имбиря вот так будет достаточно просто для аромата кто любит и больше имбиря кладите больше никто не запрещает вот так и теперь мы это все дело перемешиваем до однородной массы чтобы ничего у нас не разделялось ни капуста, ни лук чтобы все было однородным соли не хватило которую мы добавляли в капусту поэтому я добавлю буквально чуть-чуть соевого соуса и свежемолотого перца все это замешаем хорошенечко пахнет очень вкусно ну вот пускай теперь стоит пропитывается а мы займемся нашим тестом оно у меня получилось немножко такое крутоватое обратно сжимается но это не страшно и вот так вот мы его аккуратненько от центра к сторонам раскатываем раскатал я тесто где-то толщиной в миллиметр теперь берем довольно-таки большой стакан и вот так вот ну как пельмени делаем вот такие вот кругляшки стараясь чтобы свободного места оставалось как можно меньше немножко будем просыпать их вот так просыпать мукой чтобы они у нас не прилипли и вот так вот таким образом лепим кругляшки из всего нашего теста вот ребята получилось у меня 20 таких заготовочек я их пока уберу в пакет чтобы они не заветрились вот сюда я уже положил фарш вот так вот мы их слепливаем вот так вот хорошенечко защипляем края чтобы они не раскрылись чтобы сок который находится внутри он не вышел вот такой вот пельмень тире варенник получается но мы его ставим вот так с таймя и вот так он у нас будет выглядеть и так лепим все пельмени ну вот ребята наши пельмешки йодзо я налепил получилось у меня 19 штучек ну там еще у меня и фарш и тесто немножко осталось сделаю я их потом теперь мы приступаем к варке их они варятся особым образом они сначала жарятся а потом варятся так разогреваем сковороду добавляем довольно-таки много масла сковороду желательно брать с толстым дном чтобы они у нас не подгорели выкладываем их вот сюда по кругу ну сколько за раз поместится столько поместится это не так уж и важно вот сюда вот еще одну маленькую можно поместить ну вот пока вроде бы так и вот так вот поджариваем их с одной стороны с нижней набираем водички и как только поджарятся они снизу постоянно будем поглядывать туда чтобы они у нас не сгорели и как только они поджарятся мы будем вливать воду и закроем все это крышкой и будем их варить вот так вот вот отлично уже уже хорошо убавляем газ на минимум вливаем воду и накрываем крышкой и будем варить их минуток 10 ну вот ребята наши пельмени гёдзе мы приготовили выглядят они вот так здесь у меня самодельный соус терияки ну попробуем обмакнем в терияки очень интересный вкус вот этот имбирь хоть его и совсем было немножко он вот дает вот этот такой свой аромат интересный очень классное блюдо ребята для любителей азиатской кухни вот так будет ну а я буду с вами прощаться друзья кому понравилось видео обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал на группу вконтакте на инстаграм все ссылочки оставлю в описании не забываем про колокольчик на главной странице где слово подписаться чтобы не пропускать мои новые ролики ну до новых встреч ребята спасибо что меня смотрели пока 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 Продолжение следует...